Приветствую, меня зовут Сокол и вот буквально только что, вот практически сейчас, нас выгнали с кинотеатра, с премьеры фильма Хитман Агент 47. Выгнали в связи с тем, что производилась эвакуация. Не знаю с чем это связано, скорее всего опять сложным сообщением о заложенной бомбе. У нас мысль, что это Агент 47 постарался. Но перед тем как начать обзор, я хочу посоветовать канал моего замечательного коллеги Ильи Бунина. Расскажи что-нибудь про себя. Здарова народ, меня зовут Илья Бунин, я делаю обзоры на все премьеры фильмов, это основной пор на моем канале. Также я делаю топы, различные обзоры сериалов. Заходите на мой канал, будет круто. Все в описании. А что ты думаешь про Хитмэн? Который мы не смотрели. Хитмэн? Говно. Говно они не смотрели. Кучно. В общем, сейчас... Он есть там, где он есть. Да? Уже есть? Уже есть. Ну, значит, в скором времени мы его досмотрим и сейчас будет обзор. В последнее время в Питере участились эвакуации торговых центров из-за ложных звонков о минировании. Но я все-таки досмотрел этот фильм, хотя судьба усиленно оберегала меня от этого. Кстати, в конце видео будет пара важных объявлений, так что досмотрите. Итак, Хитмэн Агент 47. Это ужасно банальное, невыразительное, чертовски скучное и практически ненужное кино. Вот вообще, кому нахрен нужен фильм, когда игра вполне себе самодостаточна и весьма кинематографична? Я не удивлюсь, что эта проблема будет преследовать все экранизации компьютерных игр. Сегодняшние игры — это и так уже кино с сюжетом, с различными твистами и харизматичными героями. А кроме того, чертовски интерактивное кино. И фильмы этим играм не нужны. Вот игра по фильму — это другое дело, но не наоборот. Мне кажется, что Ассасин Крит с Фассбендером будет дерьмом, что приключения Дрейка также окажутся отстоем. Буду рад, конечно, ошибаться, но посмотрите, насколько мало сегодня фильмов по играм, которые были бы удачны. И то, даже у этих удачных фильмов полно недостатков. Например, одной из лучших картин из этого списка я считаю первую смертельную битву. Но опять же, глупостей там хватает, да и графика, скажем, мягко оставляет желать лучшего. Я уже даже не говорю о дерьмо-шедеврах у Вибола. Это вообще что-то с чем-то. А вот кинематографичность в играх, напротив, смотрится весьма уверенно. Мне кажется, что кино и игра могут быть совместимы только в рамках игры. Но на большом экране приключения тех же персонажей ждет провал. И именно в этом проблема. Смотрите, у киноштиков при работе над экранизацией стоит три цели, либо же три ограничения, тут как кому охота. Разберем на примере нового Хитмена. Первое. Для экранизации нужно взять и использовать того же главного персонажа. Проблема только в том, что геймер превращается в зрителя. Он не может руководить этим героем, как в игре. И поэтому ему сложнее себя ассоциировать с ним. И еще одна проблема. Обычно в подобных фильмах на раскрытие персонажей никто сильно время не тратит. Поэтому герой так и остается тусклым и неинтересным. Как прям вот в новом Хитмане. Создатели фильма также сдерживают игровые рамки. Это сценаристы игры могут развивать героев, как им заблагорассудится, поскольку они их придумали. У киношников же есть строгий канон. И если они от него отступят, фанаты игры смешают их с дерьмом. Хотя это в любом случае произойдет. Фанаты на то и фанаты. Но из-за всего этого мы вынуждены наблюдать никакого Агента 47. Он неинтересный. Он невероятно скучный. И он в фильме страдает в основном фигней. Вторая же проблема киношников. Необходимо придумать свой сюжет. Нельзя пользоваться сюжетом игры. Это будет неинтересно тем, кто играл в игру. Но поскольку мы все знаем этого героя, мы знаем, что он должен делать, то у нас опять же жесткие ограничения. Какой выход? Либо состряпать банальщину. Это легкий вариант. То, что все примерно и ожидают от этого персонажа. Либо придумать что-то оригинальное. Но это риск. К примеру, было бы оригинально, если бы Агент 47 не был бы положительным героем, да и вообще главным персонажем. Почему нельзя было сделать триллер, где просто девушка спасается от киллера, а он ее преследует в течение всей картины. Хотя, с другой стороны, это было бы похоже на Терминатора. Но Руперт Френд, который сыграл Агента 47, и так похож на Роберта Патрика. Так что, почему нет? Но никто, естественно, так рисковать не хочет. Поэтому сценарист первой неудачной картины про Агента 47, Скип Вудс, во второй раз пишет пустотелую штампованную херню. Я не знаю, чем Фоксы думали, когда приглашали его во второй раз для той же франшизы. Неужели думали, что во второй раз он справится лучше? Я реально чуть не уснул, настолько это было бледно. И третья цель, которую преследуют киноделы, напихать как можно больше отсылок из игры, которую экранизируют. Мало ли, вдруг смотрящие этот фильм не поймут, по какой игре это было сделано. Доходит порой до маразма. Ну, есть фишка с переодеванием в игре, значит мы и в фильм это запихаем. И плевать, что это не обусловлено ни сюжетом, ни ситуацией. Это просто глупо. Тем более, представляете, сколько у него должно было уходить времени на переодевание. Но на самом деле, если говорить про глупости в общем, то их там порядком. Это точно пойдет в флагбастер-шоу. Там ерунда на ерунде сидит, и все почему-то делают вид, что все так и надо. Из-за всего этого, из-за всех ранее названных мной причин, фильмы по играм будут плохи. И креатива в них нет, и полно ограничений. Вот и все. Ну, а если говорить в частности про Агента 47, в итоге перед нами херовый скучный фильм, который я не рекомендую. Но если вы хотите, то сходите. От меня же какашечная медаль. Я не знаю, что записать в плюсы даже. Спецэффекты мыльные, экшен полон дурацких моментов. Сюжет никакой, персонажи унылые. И вообще, все это напоминает какую-то глупую пародию на Людей Икс. Там и металл под кожей есть, и предсказывание этой барышней будущего, тупейший, честно говоря, сюжетный ход, и мега меткий киллер имеется. Судьба оберегла меня от этого скучнейшего и тупого зрелища, но я все же должен был сделать свою работу. Ну а сейчас те самые важные новости. Во-первых, ликуйте мои московские зрители и гости фестиваля Комикон. Мы увидимся с вами именно там. Мне выделят зал для встречи, где вы все сможете задать мне любые вопросы, от которых мне не отвертеться. Предварительно это будет пятница, 2 октября, с 2 до 3. Так что торопитесь покупать билеты на это грандиозное мероприятие. Жаль, конечно, что это будет будний день, но мне выделили именно такое время. Так что приходите, поговорим с вами про кино, про сериалы, про мультфильмы и про прочее. Короче, рад буду вас видеть. Во-вторых, у меня к вам просьба небольшая. Мы там с семьей и с моим другом участвуем в творческом конкурсе. Кому не трудно, перейдите по ссылке в описании и поставьте лайк. Я вам буду очень благодарен. Это своего рода эксперимент. Действительно ли можно хоть что-то выиграть в фактически не самом честном конкурсе? Потом я об этом сделаю видео, где раскрою все подробности этой авантюры и почему этот конкурс я считаю не самым честным. И последнее. С 12 сентября я буду в отпуске. Видео продолжит выходить, не волнуйтесь. Я сейчас готовлю ролики. А кроме того, я из отпуска сделаю как минимум один ролик. Так что, вот так. И уже после отпуска я буду заниматься плахбастером на Мстителей Эру Альтрона. И после нее Форсаж 7 и так далее, и так далее, и так далее. Сами понимаете, мне нужен хоть какой-то отдых перед всем этим. Ну а с вами был Сокол. Высказывал свое мнение по поводу фильма Хитмен Агент 47. Сходите в кино. Составьте свое. Пока.